привет сегодня на проверке блок управления от тойота raf 4 симптомами не работает не включается не заводится ну и все в таком духе прежде чем что-то делать пробегусь по конденсатором посмотрим в каком они состоянии так тут у нас падение напряжения 850 мили вольт здесь 850 мили вольт здесь 56 в этом месте 56 мили вольт сопротивление цепи 56 целых пять десятых ома так посмотрим на что идет этот конь этот конденсатор в питании какой цепи он стоит пробежимся по процессорам массы 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 этот конденсатор стоит в цепи питания процессора 1 и второго в цепи питания микросхемы памяти получается что цепь питания микросхемы памяти процессоров имеет сопротивление 56 он я считаю что это очень низкое напряжение можно сказать что это короткое замыкание сейчас возьмем несколько проводов для подключения блока управления блоку питания посмотрим фактически сколько он потребляет ток включается ли лампа неисправности двигателя включается ли главное реле и так далее буду использовать шелкографию так минусы минусы и 0 2 минус подключен его так и 1 е 2 подключаем дальше 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 е 0 1 е 0 2 подключены е 0 3 подключены это массы и е 0 4 тоже подключены это у нас будет минус блок управления их подключили дальше батарея это постоянный плюс от батареи так есть контакт плюс пошел на плату можно будет померить на плате контакт батарея и е 02 так на время подключения отключения отключен лабораторный блок питания напряжение падает разряжаются конденсаторы хорошо дальше 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 и же св это плюс от замка зажигания подключаем к плюсу от кнопки далее м м рэйл майн реле это будет желтенький провод тоже подключим его контакту главного реле на реле на реле на реле у нас из блока управления должен выходить плюс и плюс б плюс б это контакт плюс от главного реле это когда реле включается идет плюс от самой реле в блок управления двигателем дальше еще один провод нам необходим для подключения индикатора неисправности так и gsv так и gsv fc это fuel контроль лампа лампа обозначается буквой w так подключили лампу включим включим зажигание и смотрим 12 вольт есть 12 вольт есть 12 вольт на главном реле выход есть включился на блок управления 12 вольт идет пробежимся по конденсаторам 11 85 12 47 12 44 5 вольт есть 3 3 вольта есть классно ух ты вот этот процессор греется этот холодный этот греется сейчас немного посмотрим подключим датчик к прибору бачк температуры смотрим на температуру ух ты ух ты 1 процессор греется а второй процессор второй процессор не греется стабилизатор напряжения тоже выделяет тепло ну а больше это норм это норм но но печаль где мой осциллограф на посмотреть как питаются процессор так ух ты минус 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 нужен минус м минус 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 филер мегагерц 16 мегагерц он крайне сильно греется память не греется ну больше 50 потому что но в комнате сколько сейчас градусов 25 это разница от комнатной температуры но пусть с 4 градуса вот он показывает разницу температуры можно zero выставить вот так вот он допустим поставить на плату тут 11 градусов температура выставить zero и грубо говоря на 53 градуса выше чем комнатная температура похоже что ядро процессора приходит я не верю что он должен выполнять такую работу с таким количеством выделенного тепла они очень сильно отличаются по температуре таши диагностику и этот знаешь еще чего принеси там один из это есть компьютер на полке не целый мы сейчас на нем посмотрим какое сопротивление в цепи питания процессора я в редких случаях обращал внимание на сопротивление 5 вольт что у них что у них по питанию памяти по питание процессора сейчас глянья ну вот 218 милливольт падение напряжения сопротивление цепи питания порядка кило 900 почти 2 кило ома почти 2 кило ома почти 2 кило ома здесь и 52 ома здесь так жопа то жопа это жопа да это не работает процессор потому как он очень вот он остыл уже да нет они записанные они один раз записались на заводе поставились на машину и все там можно только обновление через дилерский сканер засунуть и все ну как стандартная я не знаю какая там прошива я ее не видел я не видел эту прошивку не видел номера платы так да абсолютно одинаковые да одинаковые а нет смотри разница есть сейчас ручку разница это у нас q1007 транзистор установлен на этом номере до разного комплекту вот потом на набор резисторов отсутствует диод отсутствует два резистора по сравнению с этим так дроссель на 1 2 3 есть конденсаторы это есть разница комплектуха разная также как разница сейчас так что мы видим сука он меня так током бьет бля не заземлен включаем зажигание и смотрим температуру поехали раз два три и начала расти на этот процессор этот процессор совсем не греется этот греется 50 ом 56 ом сопротивление в цепи питания ну это уже достаточно объявляю тебя трупом и на свалку максимум на что он сгодится это может быть на запчасти какого-нибудь пенсионера спасти он еще сможет компьютер этот мы ремонтировать не станем потому что менять процессор по стоимости да даже дороже рабочего компьютера сейчас ты купи рабочий компьютер сними с него рабочий процессор и поставь его на эту плату то ты еще чуть-чуть должен себе на хлеб на соль на чай на кофе на сигареты взять понимаешь поэтому смысла менять процессора вот в таких компьютерах просто никакого нету ладушки подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх ставьте пальцы вниз там один чувак ставит их очень активно молодец уважаю хоть один поклонник у меня появился и всем пока следую Ultra этой это